всем привет принесли асик т9 плюс на ремонт с проблемой не определяется компьютером сейчас вытащим контрольную плату и проверим так подключаем к интернету подключаем питание так включаем блок питания видим что индикаторы у нас не светятся здесь должно быть вроде 4 индикатора зеленого цвета либо 2 не помню точно и сетевая карта у нас не определяется проблема процессы так как если бы нан флеш было неисправно то индикаторы бы у нас работали необходимо заменить процессор вырубаем приступаем к ремонту включаем нижний подогрев и ставим 300 градусов но у нас уже стоит на паяльной станции включаем фен поток воздуха ставим на троечку температуры фена ставим 380 градусов достаточно и включаем паяльник температура паяльника 330 320 градусов такие времени у у 2 у 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 с у Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте теперь проверим, что будет без процессора. Ну вот, засветились два зеленых индикатора. В прошлый раз я говорил 4, на самом деле 2 их. Все, дело значит действительно было в процессоре. Видимо вышел из строя. Процессора, к сожалению, нового нету. Но мы можем взять его из донорской платы. Это контрольная плата Sassica S9. У них процессоры одинаковые. Ну а пока я выпаиваю процессор на донорской плате, я хотел бы вам показать, где можно заказать новый чип. Всего за 750 рублей. И уже, кстати, с накатанными шарами. Ссылку на продавца я оставлю под видео в описании. И да, обязательно читайте отзывы. Продолжаем ремонт. Процессор выпоил. И сейчас будем выполнять ребол. Фен перенастраиваем. Поток воздуха ставим на единичку. Температура ставим 280 градусов. 280-290. ПОДПИСЫВАЮЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩА Субтитры сделал DimaTorzok 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 далее выбираем асик прошивки опускаемся чуть ниже выбираем sd-версия находим наш асик от минер t9 плюс и скачиваем прошивку кстати все наши асики расположены на этом пуле и мы его вам рекомендуем использовать также оставим под видео в описании ссылку на этот сайт пока он качает нам еще нужна одна программа называется так вин 32 диск имидж заходим на официальный сайт что-то не то вот она наверное да вон и также скачиваем можно пока закрыть нам это уже не нужно так переходим в загрузки распаковываем два файла запускаем программу вин 32 диск имидж быстренько устанавливаем на компьютер так открываем программу так теперь нам нужно выбрать где у нас находится прошивка прошивка у нас находится в загрузках recovery s9 t9 плюс выбираем вот этот recovery файл и выбираем нашу флешку давайте посмотрим под какой она буквой так f и и записываем в write все записалось все готово извлекаем флешку перед тем как прошить нам обязательно нужно поменять положение джемпера вот сюда его поставить вот так у должно быть выглядеть подключаем флешку во время прошивки кабель сетевой можно не подключать раз у нас у нас уже подключен пусть он там торчит запускаем и у нас вот эти два индикатора должны заморгать ждем видим что у нас два индикатора заморгала все у нас контрольная плата прошилась можно отключать питание и не забываем обязательно вернуть джемпер на место вот так вот должно быть после прошивки вытаскиваем флешку и проверяем по факту ремонт занимает около часа со съемкой у меня это заняло где-то около 8 часов если тебе не трудно поставь лайк и подпишись на наш канал мне будет приятно я не зря потратил свое время думаю система уже загрузилась пойдемте проверим на компьютере определилась ли у нас плата для того чтобы найти наш асик нам нужно скачать программу btc tools это типа сканера но он сканирует только асики и распаковываем и запускаем так запускаем скан определился но почему-то пишет от минер с 9 все наша плата определилась но к сожалению не видит версии прошивки нам нужно еще кое-что скачать с сайта трасс пол нужно скачать веб версию и прошить через компьютер распаковывать не нужно заходим апгрейд выбираем выбираем где у нас находится прошивка и указываем флеш имидж окей если вы хотите отправить свои сломанные асики к нам на ремонт то мы работаем со всеми регионами России можете отправить любой транспортной компании наш филиал находится в городе Омск также контакты вы можете найти на нашем сайте просто в яндексе забейте ок центр переходим на наш сайт переходим в контакты и вот наши данные улица Дмитриева 9 дробь 3 также если у вас возникли к нам вопросы вы можете написать нам в WhatsApp по этому номеру еще раз запускаем монитор после того как прошили и да кстати мне пришлось перезагрузить контрольную плату видим что сейчас пишет правильно от Minir T9 Plus до этого писал S9 переходим так обязательно нужно сбросить кэш Ctrl Shift R и обновить страницу все версию прошивку он определил все здорово все заработало все необходимо теперь все собрать и подключить хэшплаты ну и приступать к ремонту следующего асика кстати зеленый индикатор появился а это значит что с нашей платой все чики-пуки и еще до всего этого ремонта мы конечно пытались попробовать чисто для любопытства чисто для прикола прошить плату но естественно она не прошилась так как процессор был дохл хорошо что у нас нандфлэш оказался живой а то пришлось бы с другой донорской платы выпаивать флэшку она тут чуть-чуть пострадала но флэшка живая мы проверяли вот такой ужас на донорской плате ну конечно это платье хана это точно на этом ремонт мы завершили всем спасибо кто смотрел вам хорошего настроения и я говорю всем пока и коронная фишка моя сколько ну шкал ну мы